Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Над Ильёй Кротковым состоится суд. Его новая девушка Ирина Павлова обвиняет Илью в нерешительности и в метаниях между женщинами. Ирине не понравилось, что находясь в отношениях с ней и он писал смс Ане Малько. Прокурором выступает Саша Харитонова, адвокат Андрей Черкасов. Ольга Рапунцель отказалась продать за миллион рублей своего любовника. Ведущая предложила мне один миллион рублей или отправить Диму во Владивосток в один конец. И как вы думаете, что я выбрала, деньги или любовь? Как вы помните, пара Трегубинка взяла несколько выходных дней, Элла жалуется своим подписчикам. Иногда даже не замечаешь, сколько накопилось дел вне проекта. Даже сфоткаться некогда. Мы с Евой делаем дела, а по вечерам встречаемся с друзьями. В семье Жемчуговых произошёл очередной конфликт. Глеб отказывается работать вместе с женой, которая является его директором. Он прекрасно обходится и без её помощи. Он может позволить себе на работе быть свободным мужчиной, флиртовать и улыбаться другим девушкам. Присутствие же Ольги всё портит. Муж запрещает Ольге лезть в рабочие моменты. А если жена решит приехать и втихаря понаблюдать за ним, то слежку ей Жемчугов никогда не простит. А теперь о событиях на Сейшелах. Закончено первое голосование в ТНТ-клаб на служанку острова. Ею стала Рита Керн. Вы можете видеть результаты голосования. Участница шоу Мадина Кузаева, похоже, здравомыслящая девушка. Она объяснила, почему не пошла на свидание с Ваней Барзиковым. «Всё потому», – пишет Мадина, – «что на тот момент он был в отношениях. Да и свидание втроём мне не по вкусу». На острове любви произошла очередная свадьба. Молодоженами стали Венцислав Вингрыжановский и Катя Кауфман. Свадьба, конечно же, была шуточной. Венц ведёт себя очень странно. Накануне он сбрасывал Катю в бассейн и называл её «падшей женщиной». Тем не менее, Кауфман легко согласилась стать его женой, хоть и в шутку. Ребята продолжают жить вместе. Бывший участник телепроекта Тимур Гарафуддинов поехал в Санкт-Петербург, чтобы сделать себе ринопластику. Ксения Бородина снялась в новом клипе на песню «Я хотел бы знать». Она сыграла роль обманутой невесты, которая узнала об изменах любимого из СМС. Снималась в этом клипе Ксюша ещё до примирения с мужем. Многим показалось странным её решение надеть на съёмки свадебное платье, в котором она вышла замуж за Курбана Амарова. Это выглядело как издёвка или даже месть супругу. Теперь Ксения помирилась с Курбаном, а клип вот только появился в сети. Зрители раскритиковали Ксюшу. Вот некоторые комментарии. Борода угловатая, неплавная и абсолютно неженственная. Её снимали с неудачных ракурсов. Очень заметно, что невеста уже не первой свежести. Борода так страшно накрашена, и среди красоток она смотрится как-то не очень. Даша Пынцарь старается разбивать своих сыновей. Она рассказала подписчикам, чем занимается её пятилетний сын Артём. Сын делает успехи в занятиях боксом, который ему очень нравится. Также я отдала его в школу эстетического воспитания. В ней дают детям образование, как дореволюционные России. Прививают чувства прекрасного, культура поведения, хорошие манеры. Сейчас, например, учеников готовят к участию в престижном модном показе. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.